Мои коллеги, я очень рада нашей встрече. И сегодня мы с вами говорим на тему «Мастерство успешного публичного выступления педагога». Примерный план нашего с вами виртуального мультилога вы видите и позвольте начать. Если будут вопросы, пожалуйста, задавайте их, я с удовольствием на них отвечу, реагируйте и участвуйте в процессе нашего с вами общения. А эпиграфом к разговору будут слова Чистерфилда. Я их озвучу. На каком бы языке ты ни говорил и к кому бы ты ни обращался, пусть это даже будет твой лакей, не пренебрегай стилем своей речи. Всегда старайся употребить самые лучшие слова и самые удачные выражения. Не удовлетворяйся тем, что тебя просто поймут, но умей украсить свои мысли и приодеть их так, как приоделся бы сам. Безусловно, педагогу очень часто приходится выступать и на родительских собраниях, и на конференциях, и на различных совещаниях, и на методических совещаниях, в кругу своих коллег. Поэтому, безусловно, каждый из нас должен надеть теми или иными приемами ораторского мастерства. Это важная составляющая деятельности педагога. Это во-первых. И во-вторых, когда мы работаем с детьми, очень важно следить за своим голосом, за своей дикцией. Здесь предъявляются тоже особые требования, потому что очень часто бывает так, что речь педагога, воспитателя, учителя, она является образцом речи. И очень часто бывает так, что это единственный образец, которому может подражать ребенок. То есть они все из разных у нас, так скажем, и семей, и разное у них социальное окружение. И порой вот речь педагога является тем эталоном, тем образцом, которому в дальнейшем следует, подражает ребенок. Поэтому к нашей речи, к речи педагога, конечно же, предъявляются колоссальные требования. И вот об этом мы сегодня с вами, коллеги, поговорим. Итак, культура речи. Безусловно, мы должны владеть культурой речи, так как мы являемся педагогами. Но вот само понятие культура речи, оно, этот термин, да, имеет разные трактовки. Три из них, вот здесь я на слайде разместила. Культура речи – это часть общей культуры человека, безусловно, это так, с одной стороны. С другой стороны, это раздел филологической науки, изучающий речевую жизнь общества в определенную эпоху и устанавливающий на научной основе правила и пользования языком, как основным средством общения людей, орудием формирования выражения мыслей. Безусловно, о культуре речи в обществе можно говорить очень долго, и разговор будет, наверное, дискуссионным. Но мы говорим о культуре речи педагога как образце речи, потому что мы с вами находимся в официально деловой обстановке, в определенной такой ситуации общения, и, соответственно, мы должны выбирать те или иные языковые средства, общаясь с определенной категорией детей, людей, родителей и так далее. Культура речи – это совокупность признаков и свойств, отражающих коммуникативное совершенство речи. Вот сюда входит понятие коммуникативные качества хорошей речи. Сегодня я тоже буду о них говорить, и вы будете анализировать, то есть, есть ли это у вас, соответствует ли это вам, или над чем-то нужно еще поработать. Третий аспект – культура речи – это совокупность навыков и знаний человека, обеспечивающих целесообразное и незатрудненное применение языка в целях общения, а также владение нормами литературного языка, умение использовать выразительные средства языка. Вот это определение, оно такое наиболее емкое, и очень хорошо подходит к нам как к ораторам, как к педагогам, потому что составляющие педагогического мастерства – это и есть культура общения. То есть, мы с вами должны быть в тренде, должны знать и владеть нормами литературного языка, а норм литературного языка их очень много. Это и нормы устной речи, например, орфоэпические и акцентологические, нормы письменной речи, орфографические и пунктационные. И, конечно же, кроме того, у нас есть лексическая норма, грамматическая норма, стилистическая норма. Норма – это некая правильность, кодификатор нормы. Это что такое кодификация? Это закрепленность нормы в словарях, справочниках, грамматиках. Если вы испытываете какие-то трудности, где-то сомневаетесь, как правильно поставить ударение, да, или, например, какую грамматическую форму выбрать, можно обращаться к сайту грамота.ру. Квалифицированная помощь. И, в общем-то, здесь можно узнать достоверную информацию. И выразительность языка, об этом тоже я скажу. Русский язык, конечно же, необычайно выразителен, и это проявляется на различных уровнях. Следующий момент. Три аспекта культуры речи, которыми мы овладеваем, коллеги, это нормативные, то есть знание норм литературного языка и умение их применять. Коммуникативные, когда мы умеем устанавливать коммуникацию, то есть процесс общения, налаживаем контакты. И, конечно же, этический. Это знание норм речевого этикета. Нормы приветствия, прощания, общения в официальной деловой ситуации, в официальной деловой обстановке, да, сейчас это немаловажно, поскольку у нас идет общение и по телефону, и по интернету. Везде абсолютно, в цифре мы оставляем свои следы, везде абсолютно мы должны с вами соблюдать вот этот этический аспект культуры речи, потому что нас обязывает к этому профессия. И вот здесь я очень подробно остановлюсь на коммуникативных качествах хорошей речи. То есть когда речь считается хорошей, речь оратора, речь педагога должна соответствовать определенным требованиям. Здесь выделяется несколько очень важных аспектов. Во-первых, это правильность, то есть соответствие нормам литературного языка. Как я уже сказала, норм очень много. И если мы в чем-то затрудняемся, сомневаемся, мы всегда обращаемся к словарям, к справочникам и выбираем нужную форму. Дальше. Следующий момент – это, конечно же, логичность. То есть когда мы выстраиваем свое выступление, свой текст, мы придерживаемся определенного плана. То есть есть последовательность изложения мыслей. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы были правильно поняты собеседником. Чистота речи. Следующее коммуникативное качество. Чистота речи – это отсутствие в ней слов паразитов, слов сорняков, которые не несут никакой смысловой нагрузки, никакой информации, только загрязняют речь, мешают восприятию важных моментов. Но с чем может быть связана чистота речи? То есть когда это коммуникативное качество не соблюдается? Первая причина – когда у человека маленький словарный запас, ему не хватает слов. И вторая причина – она такая объективная, когда человек волнуется. В связи с этим он может употреблять какие-то междометия, слова-паразиты в своей речи, в своем выступлении. Следующий аспект – доступность. Доступность речи – это ориентация на ту аудиторию, целевую аудиторию, с которой предстоит общение. То есть мы учитываем и возраст собеседника, то есть как я это ему расскажу, сколько ему лет. Это ребенок дошкольного возраста, или, например, это ученик 11 класса, или это взрослый человек. То есть должна быть информация доступной, то есть понятной для этого возраста. Доступность еще что предполагает? То есть раз мы учитываем особенности аудитории, это и возрастные особенности, национальные особенности, социальные, а может быть, интеллектуальные особенности. То есть я выбираю те языковые средства, которые будут понятны в данной аудитории. Если, например, у человека языковой барьер, значит, я должна соответствующие тоже языковые средства выбирать, чтобы быть понятной. Дальше. Следующий момент, следующее коммуникативное качество хорошей речи – это ясность. Есть очень хорошее изречение Луи Вавенарго, он говорил так, чтобы быть ясным, нужно самому иметь потребность в ясности. Что это значит? Если сказать просто, это значит, нужно пропустить материал через себя. То есть я поняла, о чём я говорю, и я доношу эту информацию до собеседника. Содержательность. Каждое наше выступление, наш диалог, наш монолог, вообще наша речь, даже если это просто бытовое общение, должна быть содержательной. То есть нести какую-то важную информацию, важную для вас, важную для собеседника, чтобы вот в диалоге, если мы находимся, просто даже разговаривая вдвоём, чтобы было интересно обоим, чтобы каждый обогащался эмоционально, содержательно. Вот это всё тоже есть коммуникативное качество, хорошей речи. И дальше очень важная составляющая. То есть когда наша речь хорошая, когда есть богатство речи. Богатство в русском языке, оно проявляется абсолютно на всех уровнях. Если мы возьмём лексику, то богатство речи проявляется как? При помощи употребления синонимов, при помощи употребления изобразительно-выразительных средств, например, таких как метафора, метонимия, синеда, эпитеты, гипербола. У нас их очень много. Риторические вопросы, риторические восклицания. Здесь я могу указать фразеологизмы. К сожалению, сейчас мы очень мало их употребляем. Речь, а это тоже богатство речи. И, конечно же, богатство речи – это использование различных пословиц и поговорок, афоризмов. То есть речь богатая, значит, она разнообразная с точки зрения лексики, с точки зрения построения синтаксических конструкций. богатство речи может быть интонционным, потому что в русском языке, вот, допустим, я возьму предложение, да, ученые проводили эксперимент с этим предложением. Предложение звучит так – осторожно. И экспериментальная фонетика, значит, исследователи по экспериментальной фонетике выявили, что вот это предложение осторожно можно произнести с 22 различными интонациями, да. То есть посмотрите, насколько богат русский язык. И с богатством речи напрямую связана выразительность речи. Выразительность речи, безусловно, уважаемые коллеги, да, она связана с нашей дикцией, с особенностями голоса, темпа, тембра. И выразительность речи передаётся как лексическими средствами, так и интонационными. Вот все вы, наверное, помните, предложение «казнить» нельзя помиловать, там ещё и работа идёт с запятой, с пунктуацией. Но таких предложений очень много. И мы можем по-разному произнести одно и то же предложение, и будет вызвана разная эмоция, разная интонация, потому что была заложена, да, в то или иное предложение. Ну, например, я скажу так вот. Ребёнок пришёл с улицы, я ему говорю «ну и чистый». Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что он очень грязный, да. Вот. И здесь вот работает выразительность. Здесь абсолютно можно также говорить об изобразительно-выразительных средствах и на синтаксическом уровне, и на словообразовательном уровне, и на морфологическом уровне. Ну, например, вот, допустим, даже на фонетическом уровне, да, если я хочу выразить эмпатию, тогда я удлиняю гласные звуки. Это положительные эмоции. Я говорю «такой красивый, милый». То есть я тяну гласные, значит, я вызываю положительные эмоции. И если я раздражена, какие-то негативные эмоции, да, выражаю, тогда я удлиняю согласные в начале слова. Например, «черт». Вот несколько «ч». Да, то есть это все и на фонетическом уровне проявляется. На синтаксическом это у нас закреплено интенсионным рисунком. Знаки припинания в конце предложения. То ли это вопрос, то ли это восклицание, то ли мы повторяем какое-то слово, да, которое является важным для нас. Поэтому здесь возможностей очень много. Есть такое понятие, как логическое ударение, фразовое ударение, тактовое ударение. Все это мы применяем в речи. И, конечно же, еще одно коммуникативное качество хорошей речи – это уместность. Что это такое? У нас есть такое понятие, как функциональные разновидности языка, да, стили. Есть литературно-разговорный стиль, есть научный стиль, публицистический, литературно-художественный и официально-деловой. И вот каждый стиль располагает своим набором языковых единиц. Если я пришла на какой-то официальный прием, на конференцию, да, на круглый стол, то, конечно же, я выбираю средства определенные либо научного стиля, либо официально-делового. Я разговариваю с руководством, я подчиненный. Опять-таки, ситуация, да, уместность, то есть я выбираю соответствующие языковые средства. То есть все зависит от ситуации. Это и есть уместность речи. Если я сижу с подругой в кафе за чашечкой кофе, да, за чашечкой чая, то, конечно же, я могу позволить себе другие языковые средства, которые характерны для литературно-разговорного стиля. Если все эти коммуникативные качества есть в вашей речи, то есть она ими обладает, значит, ваша речь хорошая. Искусство речи, как мы говорим, ораторское искусство, риторика, красноречие, мастерство успешного публичного выступления, локвенция – это все один такой синонимический, ряд, который говорит о красноречии. То есть вот есть такое известное изречение, думаю, тоже вы о нем знаете. Поэтами рождаются, ораторами становятся. То есть каждый из нас, работая над собой, а как это сделать, я некоторые советы сегодня дам, может стать оратором. Нам, наверное, в силу профессии необходимо уметь работать с аудиторией, необходимо владеть приемами ораторского мастерства, необходимо совершенствовать, постоянно совершенствовать свой голос, дикцию, свои коммуникативные качества хорошей речи для того, чтобы владеть вот этими приемами, для того, чтобы устанавливать коммуникацию, для того, чтобы... Но оратор, он не просто, да, красиво говорит, он не просто красиво говорит, но вот здесь я вам предлагаю подобрать синонимы к слову оратор, что значит быть оратором, да, вот тоже подумайте, можете в чате и писать об этом, вот, и, да, размышления свои, вот. Вот оратор это не просто человек, который красиво говорит, это тот человек, который владеет коммуникативными качествами, хорошей речки, который может заинтересовать аудиторию, который может воздействовать на аудиторию так, как можно ему. Он может привести аудиторию к, допустим, своей точке зрения. Дело в том, что раньше в Древней Греции, в Древнем Риме оратор, ораторское искусство зародилось там, мы вспоминаем имена Аристотеля, Демонсфена, Цицерона, можно о них почитать, прошли века, мы помним об этих людях. Почему? Потому что они были великими ораторами. Так вот, я здесь вижу, очень хорошо, спасибо, что вы со мной коммуницируете, вижу синонимы, ваши комментарии, замечательно, коллеги, вот. И посмотрите, к ораторам в древности предъявлялись огромные требования, но, конечно же, ораторами могли быть только мужчины, да, до определенного, так скажем, до определенной эпохи, до определенного времени. Вот. Обязательно это должна быть и красивая внешность, и сильная внешность, сильная такая натура, и красивая внешность, и, конечно же, еще и ораторское мастерство, то есть требования к голосу, дикции, к невербалике, то есть вот все абсолютно учитывалось. Вот, например, Демосфен, первые его выступления были неудачными, потому что речь и сам голос были, у него речь была с дефектом, и он не смог первый раз выступить достойно, но затем много над собой работал, и мы о нем помним, да, поэтому поэтами рождаются, ораторами становятся. И синонимов, на самом деле, очень много, кому интересно, можно заглянуть в синонимические словарь, у нас есть электронные ресурсы, пожалуйста, но вот продолжая вот этот синонимический ряд, мы видим оратор, можно сказать, ритор, да, так его назвать, вития, краснобай, здесь немножечко такая негативная оценка есть, краснослов, аристотель, цицерон, трибун, то есть мы можем слова аристотель, цицерон употребить как нарицательные к человеку, по отношению к человеку, который хорошо говорит, так, замечательно, прекрасно, вот, то есть ораторами могли быть и полководцы, да, вы можете вспомнить ораторов и 20 века, и 21 века, кто-то, может быть, из 21 века, из наших современников является для вас образцом ораторского мастерства, вот таким эталоном, тоже можете об этом писать, подумайте, задайте себе эти вопросы, да, вот. Ну и давайте, значит, поговорим о том, как готовиться к публичному выступлению, над чем мы с вами должны подумать, как это выстраивается. Безусловно, мы учитываем аудиторию, да, какая это будет аудитория, сколько у нас времени, но, тем не менее, есть общие этапы подготовки выступления. И вот здесь несколько этапов я обозначила. Первый этап – это знакомство с предметом предстоящего выступления и формулировка темы. То есть о чем я буду говорить, да, я отбираю информацию, то, что мне интересно, да, и примерно выстраиваю вот такой вот проект, да, своего выступления. Второй этап – формулировка цели выступления и составления плана. То есть что я хочу сказать, для чего я это хочу сказать. И примерно, да, выстраиваем вот эту логику. Это называется план выступления. Следующий очень важный этап – это третье составление текста выступления. На ней может работать и достаточно длительное время, да, все зависит от тех сроков, сколько у вас есть времени. То есть вы можете возвращаться к нему, но каждое слово, каждая фраза должны быть отточены, все должно быть выверено, прописано. Вот здесь по-разному можно идти. Если это доклад на какой-то конференции, его можно зачитывать, то есть смотрите в текст, произносите четко, что-то комментируете на презентации. Если это небольшое выступление, то можно подготовить небольшие такие вот, ну, можно презентацию подготовить, а можно опорные карточки, в которые можно заглядывать и смотреть ключевые моменты, ключевые положения, ключевые пункты плана. То есть как вам это удобно, да. А может быть у вас очень хорошая память, и вы можете устно говорить на эту тему, но для этого, конечно, тоже нужно все это грамотно выстроить, несколько раз прочитать. Все зависит от важности и от места, да, вашего доклада, а вот от аудитории, смотря где вы это будете реализовывать. Следующий момент – работа над речевой стороной выступления. Вот здесь тоже очень важно. У нас сейчас очень много различных и конкурсов, да, где-то вы какие-то ролики, может быть, снимаете, участвуете в разных конкурсах, допустим, учитель года и так далее. Вот. Здесь работа над речевой стороной выступления. Очень хорошо записать себя на диктофон, послушать. То есть как я говорю, правильно ли я говорю, какая интонация, может быть, где-то переходы не очень хорошие. Еще очень хорошо, если у вас есть наставник или есть такие коллеги, которые для вас, вот слово которых, мнение которых для вас является важным, можно, если это очень важное выступление, можно показать им. То есть выступить на аудиторию, пока вот апробацию такую провести, то есть над речью поработать. Вообще хорошо перед выступлением серьезным сделать артикуляционную гимнастику, да, чтобы артикуляционный аппарат был готов к тому, чтобы говорить. Далее идет редактирование и запоминание текста. То есть мы запоминаем либо ключевые слова, кому-то удобно, допустим, на какую-то презентацию опираться, кому-то удобно, может быть, какие-то такие вот, даже, может быть, рисуночки, пометочки, графики, да, сделать. То есть на что я опираюсь, какие-то пункты плана. Каждого своя методика, свой подход. Но важно знать, о чем я буду говорить. Это тоже нужно проработать. Что будет первым, что будет у меня вторым, а что будет третьим. Может быть, на листочке просто сделать план и туда периодически смотреть и двигаться вперед. Следующий момент. Психологическая подготовка. Вот это тоже очень важно. Психологическая подготовка. Если выступление действительно, ну, вы ждете, да, от этого выступления что-то это вам нужно. Даже элементарно вы собрались, допустим, на собеседование или у вас, допустим, родительское собрание, да. Можно прорепетировать текст перед зеркалом, как актеры. То есть встаете, репетируете, мало диктофонов, встали еще перед зеркалом, прорепетировали все свои движения, вербалику, невербалику, посмотрели, так ли вы стоите, правильные ли движения рук, да, наклон головы, ваша мимика, жесты. Вот все это очень важно. Психологический настрой. Если, если, вот читаю, ага, хорошо. Если вы очень волнуетесь, вот важно, когда вы говорите, чтобы у вас физиологическое дыхание совпадало с речевым дыханием. Это важно. И в этом случае, если вы волнуетесь, вот перед выступлением 10 глубоких вдохов нужно сделать, настроиться. Если аудитория вам мало знакома или незнакома, а может быть наоборот, вот кто-то вас смутил, или, допустим, там есть человек, который вам может быть не очень приятен, тогда нужно смотреть на всю аудиторию, как бы поверх, найти такую точку сзади на стене, на которую вы смотрите, то есть поверх глаз, не соприкасаясь ни с кем, да, так скажем, не встречаясь зрительно, чтобы вас это психологически не смущало. То есть вы смотрите на какую-то определенную точку, которая вот там вот на заднем плане, да, на стене, ну, такое ощущение, как будто можно скользить по стене, такое ощущение, как будто вы охватываете всю аудиторию. Еще очень хорошо, допустим, да, у нас класс, да, или там, допустим, конференц-зал, вы выступаете, вы стоите за трибуной, вот, можно встать возле нее немножечко так, и, как бы, всегда хорошо, как бы, немножечко в угол вставать, как бы, из угла в угол делать посыл вот такой вот, то есть расположение должно быть правильное оратора. Обязательно в помещении, в котором вы будете выступать, должен быть свежий воздух, обязательно нужно его проветрить, потому что человек воспринимает информацию хорошо только тогда, когда он имеет кислород, да, поэтому помещение должно проветриваться заранее, чтобы всем было комфортно и чтобы все могли вас слушать. Подготовка презентации – это тоже отдельная тема, то есть, когда у вас уже все готово, какие-то ключевые моменты вы размещаете на презентации, о требованиях к ней тоже я сегодня несколько слов скажу, конечно же. Идем дальше. Голос. Вот о голосе тоже хочется несколько слов сказать, потому что мы работаем с детьми, мы работаем очень часто в коллективе, где-то вместе, да, находимся весь день, да, вот. Вот. И голос – это важнейший элемент техники речи, то есть над техникой речи мы можем поработать и доработать. И есть требования к голосу педагога, к требования к голосу оратора. Это, конечно же, благозвучность речи. Как я уже сказала, вот благозвучность речи, она, конечно же, достигается таким вот, ну, чтобы не было неприятных ощущений у слушателей. Вот. Благозвучность. Гибкость. Гибкость. То есть мы изменяем, да, его в соответствии с ситуацией общения. Здесь вот еще о чем можно сказать. Где-то нужно понизить голос, где-то шепотом сказать, где-то громко, да, сказать. То есть вот такая игра интонационная, она должна, конечно же, быть. Полетность. Вот голос оратора, голос учителя должен обладать полетностью. То есть мы должны его направлять и отдавать аудитории, говорить для аудитории. И, конечно же, выносливость. Когда мы говорим несколько часов, голос устает, да, но важно, вот эти, наш аппарат, педагог, он должен выдерживать значительные такие вот голосовые нагрузки. Но, но, конечно же, голосу нужно давать время отдохнуть. Ни в коем случае нельзя кричать. Если вы болеете, лучше пойти на больничный. Голос свой нужно беречь, очень бережно к нему относиться. Вот. Где-то говорить тихонечко. Но шепот – это тоже напряжение голосовых связок, поэтому нужно выбирать оптимальный тон. Очень плохо, когда вот некоторые увлекаются и начинают, особенно у кого-то, может быть, проблемы со слухом, да, эти люди начинают очень громко говорить, очень кричать, да, допустим, рассказывать очень громко, как бы не слышать себя. Такого человека очень сложно воспринимать. Поэтому оптимальный тон, оптимальное звучание, чтобы оно было комфортным для слушателей, чтобы они и не прислушивались, и чтобы им было не очень громко. Дикция. Следующий момент. Дикция – это чёткое и ясное произнесение звуков речи. Безусловно, педагог должен обладать, и оратор должен обладать прекрасной дикцией. На дикции мы также работаем, есть комплекс упражнений. Самые простые – это чистоговорки, скороговорки, вот. И почему для нас это важно? Когда мы слышим, допустим, по телевидению, там, на радио звучащую речь и не очень хорошая дикция, нам, наверное, не очень приятно слушать такого оратора, да. Поэтому, конечно же, когда дикция чёткая, ну, вот в этом, например, контексте мне очень нравится диктор Первого канала Екатерина Андреева, да. Всё должно быть чётко, ясно. Дикция для оратора, для педагога – это очень важно, потому что её копируют дети, ей подражают наши ученики, и вот поэтому здесь очень важно иметь хорошую дикцию. Да, всё верно. Всё верно. Спасибо за комментарий. Мне очень приятно, что вы включаетесь в наш виртуальный мультилог, коллеги. Спасибо. Следующий момент. Ведущие профессиональные качества учителя – это, конечно же, общительность. Но вот здесь что подразумевается? Коммуникабельность – это не значит, что я говорю и говорю. Важно. Общительность, коммуникабельность – это умение слушать, это умение быть внимательным, понимать эмоциональное, внутреннее психологическое состояние говорящего. Вот в этом заключается общительность педагога. То есть мы и сами высказываемся, и очень внимательно слушаем собеседника, реагируем на него. И вот здесь, что ещё я хочу отметить, есть такие максимы, максимы Джона Лича, и самое главное из них – это максима такта. Максима вежливости, максима такта, их несколько, ну вот ключевые. Поэтому очень важно в процессе коммуникации с ребёнком ли, с родителями ли, с коллегами ли соблюдать педагогический такт, деликатность и вербальную культуру. Вербальная культура – это и есть этический аспект культуры речи. Следующий момент. Вот ещё что я хотела бы подчеркнуть. Правила речевой культуры педагога. Посмотрите, вот очень лаконично, да, хочется мне это всё ещё раз разюмировать. Во-первых, говорить негромко, но так, чтобы тебя было слышно, и чтобы каждое слово было понятно собеседнику. Во-вторых, говорить внятно. Что это значит? Внятно значит говорить чётко, ясно. Дикция должна быть, да, соответствующей. Говорить со скоростью около 120 слов в минуту. Вот это очень хорошо, когда мы готовим какое-то выступление, допустим, вы его распечатали, вы можете посмотреть, да, лист, вот насколько, 120 слов в минуту у вас или нет, то есть как вы читаете, можно по секундомеру время засечь, посмотреть, то есть вот оптимально, сколько я трачу, да, вот, и таким образом оптимальный темп можно таким образом отрегулировать. Потому что ведь важно, чтобы слушающий ещё осмысливал то, что мы говорим, да, то есть мы говорим, а слушающий должен это осмысливать. Следующий аспект, как мы уже отмечали, это выразительность речи, да, интонация. Ну вот здесь важны не только логические паузы. Логические паузы, они позволяют нам доносить информацию правильно, но и психологические паузы, то есть мы донесли какую-то информацию, а наш собеседник должен её осмыслить. Для этого должна быть психологическая пауза. И мы должны, как ораторы, как педагоги, мы должны это чувствовать. Следующий момент. Мелодичность речи. Мелодичность речи. Мелодика речи достигается при помощи употребления гласных звуков. Вот как раз-таки здесь работает эмфатическое ударение, да. Эмфатика, положительные эмоции мы вызываем. Мы протяжно произносим гласные звуки, то есть делаем акцент на этом. И благозвучность, мелодика речи, они задают правильный тон и позволяют собеседникам найти общий язык, то есть нужную тональность разговора. Следующий момент, на который мне очень хочется обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, это невербальная культура общения. Если вы выступаете на каком-то серьезном мероприятии, вот об этом тоже очень нужно подумать, очень внимательно к этому отнестись. Поэтому я вам не случайно сказала, что свою речь нужно записать и на диктофон послушать, и обязательно нужно все это проиграть перед зеркалом. Потому что мимика, жесты, поза они несут большее количество информации, нежели вербальные средства. Вот, например, исследования показали, что лицо лектора, если оно неподвижно, лицо лектора, то есть никаких эмоций, никаких движений, то теряется здесь до 10-15% информации. Поэтому очень важна эмоциональная реакция на собеседника. Это, прежде всего, у нас движение бровей, наши глаза, мимические движения возле рта. Все это есть наша реакция. И, конечно же, то, как мы сидим, где у нас находятся руки, в каком положении. Если вы хотите более подробно изучить материал по невербальной коммуникации, я вам рекомендую работы Алана Пиза. Невербальное язык, не жестов, невербальное общение. Дэл Корнеги, искусство общения. То есть, в общем-то, эти книги, они являются классикой, и будут не лишним обратиться к нему, полистать, почитать и что-то для себя еще взять. Еще очень важный момент, касающийся невербалики. Исследования говорят о том, что в беседе 45% информации передается словами, а 55% невербальными средствами. Поэтому очень важно следить за тем, как мы стоим, как мы сидим, где находятся наши руки. Если это дистанционное общение, вот как сейчас у нас с вами, то движения руками, они совершенно неуместны. Нужно за этим следить, контролировать себя. И еще один момент, касающийся требований к оформлению презентации. Очень часто нам дают готовый шаблон, которому мы должны следовать. То есть это такая, скажем, политика, организации, то есть у них есть свой такой шаблон, который мы должны наполнить. Допустим, это может касаться конференции различных. Но порой мы сами составляем презентацию к уроку, к родительскому собранию и так далее. Есть общие требования к оформлению презентации. Я сейчас их озвучу. Ключевые моменты. Во-первых, рекомендующее количество слайдов это 12-15. Обратите внимание, что на каждый слайд рекомендуется использовать 2-3 минуты. То есть 2-3 минуты останавливаемся на каждом слайде, чтобы каждый мог зафиксировать эту информацию в своем сознании. Если мы очень быстро перелистываем слайды, тогда собеседник не может следить за нашей мыслью. Должны быть психологические паузы. Второй момент. Презентация должна быть содержательной. То есть только ключевые моменты, только ключевая информация, которая потом позволит вспомнить то, о чем мы говорили. Третий момент. Необходимо использовать единый стиль оформления. избегать нужных стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. Вот здесь тоже, коллеги, у нас есть различные цветовые, цветовая палитра различная. Но мы с вами должны знать, что цвет, он по-разному воздействует на аудитории. Нейтральные тона, холодные тона, они способствуют такому деловому разговору. Если я хочу вызвать положительные эмоции, то я выбираю такие зеленые цвета. Если я хочу, чтобы какие-то ключевые моменты запомнились, то я располагаю важный материал на желтом фоне. Поэтому с цветом тоже нужно быть очень аккуратными, потому что яркие цвета, красные тона, они вызывают все-таки агрессию. Поэтому нужно знать, для чего эта презентация, где она будет применяться, в какой аудитории, какова цель применения презентации. То есть мы это учитываем. Следующий момент. Поля на слайдах должны быть не менее 1 см с каждой стороны. Рекомендуемый размер, вы посмотрите, шрифт 24 или 28. То есть нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Это очень важно. Выбрали один, и ему следуйте. Следующий момент. Мы используем светлый текст на темном фоне или темный текст на светлом фоне. Здесь тоже у нас есть такое понятие левополушарные, правополушарные, или, допустим, те люди, которые имеют физико-математический склад ума, либо гуманитарий. И ученые говорят о том, что вот то, как у меня сейчас на презентации, светлый фон и темный текст, вот эту информацию лучше запоминаю гуманитарии. А те, у кого физико-математический склад мышления, они лучше воспринимают информацию на темном фоне, когда у нас светлый шрифт. То есть вот это тоже можно учитывать. Это есть особенности аудитории. Для фона предпочтительно холодные тона. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов. Один для фона, один для заголовка, один для текста. Для фона и текста нужно использовать контрастные цвета. Не нужно злоупотреблять различными анимационными эффектами. Они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. То есть здесь все очень должно быть дозировано, грамотно. Да, хорошо, вижу комментарии. Спасибо. Следующий момент. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. То есть именно так человек визуализирует информацию, лучше ее запоминает. Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов и с текстом, и с таблицами, и с диаграммами. Следующий момент. Все информационные элементы, и текст, и изображение, и диаграммы, и элементы схемы, и таблицы должны ясно и рельефно выделяться на фоне слайда. Это все графические аспекты, графические требования. Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом, а пояснительная надпись преимущественно располагается под рисунком. Следующий очень важный момент. Дресс-код. Это понятие сейчас актуально, оно используется, да, и как для педагога, так и, как мы говорим, для оратора, для успешного выступления, безусловно, это тоже продумывается. Внешний вид, одежда, цвет одежды, прическа. Абсолютно все это играет важную роль. Например, вот я проводила исследование, свободный ассоциативный эксперимент среди школьников разного возраста и младших школьников, да, я охватывала и старших школьников. И я им давала ключевое слово, такое слово-стимул – учитель. Они привели очень много различных примеров, разные ассоциации у них возникли, я это все, значит, обработала, выявила определенные тематические группы. И что интересно, конечно, на первом месте у детей и младшего школьного возраста, и старшего школьного возраста, такое ядро, центр вот этого поля – это, конечно же, знание. То есть учитель несет знание. Но, что очень интересно, вот результаты свободного ассоциативного эксперимента показали, что для учащихся важную роль играет внешний вид учителя. И очень интересные были реакции, например, вот как они соотносят учителя, да, белая блузка, черная юбка, очки, маникюр, значит, еще было красивые туфли. То есть образ складывается, официальный костюм. И вот поэтому очень важен дресс-код. Важно, чтобы мы правильно, да, в соответствии с ситуацией были одеты. И несколько советов. Когда мы общаемся контактно и когда мы общаемся дистанционно, да, здесь есть свои рекомендации. Например, если я вот работаю дистанционно, нельзя ставить камеру низко, она должна быть чуть выше уровня глаз. Чем дальше камера находится от вашего лица, тем естественнее оно выглядит. Нельзя увлекаться черным цветом, если вы дистанционно работаете. Он создает еще большую дистанцию между вами и собеседником. Когда вы работаете онлайн, лучше, например, надеть на блузку пастельных цветов. Вот это будет очень хорошо. Для женщин вот пастельные цвета, такой вот бежевый цвет, это будет хорошо. А вообще, может быть, вы мне подскажете, какой цвет вызывает доверие? То есть когда мы хотим беседовать, уже собеседник располагает нас к разговору. Какой цвет? Можете в чате писать. Это одежда синего цвета. Абсолютно верно. Одежда синего цвета и все оттенки синего цвета. Это есть доверие. Не утяжеляйте себя. Одного слоу одежды достаточно, когда мы говорим о дистанционном общении, коллеги. Для мужчин подходит голубая или синяя рубашка с длинным рукавом, для женщин элегантная, однотонная шелковая блузка. Не рекомендуется одежда зеленого цвета, пестрая. Очень плохо выглядит пестрая одежда, если мы дистанционно общаемся, то есть с помощью таких технических средств. Создаётся такое вот растворчатое пятно и воспринимается тяжело. То есть одежда не должна отвлекать внимание от слов. Поэтому на вебинар, на выступление, на доклад важно подбирать образ, который будет ассоциироваться с компетентностью, профессионализмом. Лицо. Лицо – это главная зона коммуникации в режиме видео. Оно должно держать внимание зрителя. Ну вот здесь очень хорошо, если будут какие-то весомые очки или яркая помада. Что очень важно, нужно научиться контролировать свои жесты и в контактном, и в дистантном общении. Движение рук, ваша поза – всё это влияет на собеседника. А дистанционное общение, оно вообще не предполагает жестикуляцию. То есть нельзя жестикулировать. И, конечно, очень важно отключать звук на мобильном телефоне. Перед вебинаром всё то же самое, что и в театре, такое же поведение. Проводить вебинар нужно из отдельного помещения, чтобы избежать помех и шумов. И когда мы работаем как ораторы, нам тоже не должны мешать какие-то шумы. То есть только вы, только аудитория, только предмет вашего разговора. Очень важно быть пунктуальными. Чего это касается? Я вовремя начала и вовремя завершила. То есть есть тайминг или регламент. Важно его соблюдать. Оптимальная продолжительность, например, вебинара – это один час. Если это доклад – 10-15 минут. Если это защита проекта, то это 5-7 минут. И нужно ориентироваться на аудиторию. Если вы видите, что аудитория уже устала, а это видно по движению, по тому, как она вас воспринимает, можно сделать перерыв. или внести какую-то интересную вещь в вашу, может быть, какую-то там нетрадиционную методику применить. Как-то разрядить обстановку для того, чтобы опять сфокусировать внимание. А можно сделать просто перерыв, кофе-брейк. Вот такие общие рекомендации я хотела бы вам дать. Если возникли вопросы, пожалуйста, можете задать их в чате. Я с удовольствием на них отвечу, коллеги. Но, как я уже сказала, поэтами рождаются, ораторами становятся. Над собой нужно постоянно работать. И замечательно, если есть коллеги, которые могут вас послушать, оценить, посмотреть, прийти к вам на занятия. Может быть, есть коллеги, наставники, которые могут вам оказать помощь, вот такую вот критику, может быть, внести. И к этому нужно относиться очень положительно, потому что это помогает вам расти. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Ага. Вот здесь вижу вопрос. Если преподаватель депрессии, то здесь нужно восстановиться. Есть у нас разные программы, когда человек выгорает, здесь нужна помощь обязательно. Должен быть тот, кому вы можете выговориться. Есть психологи, и этого не нужно стесняться, нужно обращаться к психологам, нужно работать над собой, нужно реабилитироваться, потому что в аудиторию мы должны идти с положительным эмоциональным настроем. От нас должна идти позитивная энергетика. Оратор и мастерство успешного публичного выступления это предполагает. С депрессией надо вовремя бороться, потому что могут быть необратимые последствия. Есть специалисты, которые вам помогут. Главное этого захотеть. Всем спасибо. Так, дресс-код для учителя-мужчины. Это, конечно же, деловой костюм. Синяя рубашка. Это всегда красиво, элегантно и хорошо. Так, 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 так. Ага. Хорошо. Спасибо. Всего доброго. До свидания.